И, Евчиково, народ, всем привет! С вами, как всегда, я, Градус, а также Юни. Всем привет! В прошлой серии мы с Юни выживали в мире драконов, уже победили двух из них. У меня есть полный сет брони, а Юни мы собрались сделать как раз огненные мечи. Даааа. Но для этого нам не хватает одной маленькой детали. Нам нужны кости Василиска, именно и сушеные кости. Поэтому сегодня мы отправимся искать по полям Василиска. А также у нас есть одна небольшая новость, то что где-то был серый дракон, и он не давал нам покоя, Юни. Поэтому будь аккуратным. А как Василиски выглядят они страшные? Это обычные петухи, которые с огромным клювом, и они как будто перекормлены. А, да, ты рассказывал, типа их то, что можно запреватить. Какой запреватить? Приручить. Также нам предстоит сегодня сразиться с медузой Гаргоной, потому что логово, которое мы нашли недалеко от ледяного биома. Поэтому нам просто понадобится немного времени для того, чтобы найти петухов этих, а там уже все будет просто. В принципе, все уже готово. Градус, слушай, мне надоело в этой пещере. Может, переедем, а? Ну, кстати, мы все равно долго в ней не задерживаемся. Я подобрал недавно один прикольный такой биомчик лесной. Там островок, окруженный всей водой, и можно будет его отлично украсить, и туда мы переедем. Надеюсь, нас там драконы не достанут. Кстати, Юня, я хотел сказать, что у Василисского и у медузы Гаргона есть одна общая черта. Какая же? Хохолок! Какой хохолок? Им двоим нельзя смотреть в глаза, потому что эти петухи иссушают твою душу, а медуза Гаргона просто тебя в камень превращает. И, кстати, в том как раз направлении медузы Гаргона и находится. А здесь мы недавно дрались с драконом, и вот такое вот логово мы нашли. О, логово, да, мы же его не облутали совсем. Юня, пока что можешь нагривсти себе полные карманы золота, а я пока что придумаю план, как бы нам все-таки сразиться со всеми. Преимущество версии 1.16.4 еще в том, что здесь добавили призрачное обновление. Здесь где-то есть кладбище, на которое лучше не соваться. Проклятые сундуки, из которых вылетают призраки, а также эктоплазма и суперновое оружие, которое можно использовать в битве через стены. Чего? Ну ты представь, ты можешь, короче, поставить перед собой стену, а потом такой запускать специальные кинжалики, которые пролетают сквозь все. А, это тоже золото, что ли? Да, 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 можешь подбирать пока что, нам просто на золотые яблоки. Ох, ё-моё, мамочки мои родные, сколько там золотых зубов. А что это здесь было? Такая ровная, просто такая ровная дыра, как будто кто-то буром прошелся. И еще, Юня, у нас тут оставшийся дракон, которого мы с тобой повергнули в прошлой серии, но так его и не разобрали. И вот маленький паразит, которому суваться я не хочу. А вот дракон впереди летает. Если он все-таки на нас прозазлится и прилетит атаковать, мы из него быстро шашлык сделаем. Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Юни, он уже кого-то там жарит. Так давай отжарим этого дракона. Да, я беру щит, беру железный топор и погнали, 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 погнали. Погнали, погнали, он шахтер. Он скорее как крот паразит. Юни, давай бей, 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 пока он тупит и не атакует. Это маленький дракон, он в принципе не имеет так много сердец, как предыдущий. Их можно просто запинать. Вот давай, 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 давай. Раз-два, раз-два, раз-два. Раз-два, раз-два, да он мирный, наверное, ааа. Не сказал бы, что он мирный, и у него у тебя остались стрелы. Да, остались, а где он, а вон он летает, нааа. А, он меня укусил, давай, у него меньше половины здоровья. Бью, бью, бью. Давай, парочку ударов стрелой и все, все, готово. Все, отлично. Так, теперь я возьму два бутылька, наберу туда крови. У нас теперь на два меча с тобой хватит, а то и больше. И разбираем все теперь вкусное. Ты как-нибудь ела плоть огненного дракона, а ну попробуй. Ой, нет, я как раз кушать хочу, ахот же, ааа. Вот тебе небольшой троллинг, потому что плоть драконов всегда тебя поджигает. Ну если это, конечно, не ледяной дракон. Градус. Что такое, Юня? Я коров нашла, ты их пропустил что-то. Сейчас бегу. Они, видимо, слились с травой каким-то образом. Так, так тоже убивай их, нам всего лишь две кожи надо, раз. И нам надо нормально все-таки дом захреначить где-нибудь, действительно. Я планирую с этим не оттягивать, наверное, в следующей серии мы построим, так сказать, наше логово-берлого-убежище. Да, а я, у меня вот розовая комната у тебя. Точно не розовая. Так, разграбим еще одно логово и второе логово, и уже отправимся на поиски василисков. Да, пещера, конечно, родная, приятненькая, хорошенькая, тепленькая, но, но, но мы здесь ненадолго. Так, золотые зубы, я сейчас переделаю все это в нормальные блоки, точнее слитки. Юня, тебе советую то же самое сделать, как раз можно будет тебе наделать кучу золотых яблок. Я не пойму, как из паутины сделать нити? Юня, дай сюда все. Смотри на меня, я почти закрыла свои глаза. Ха-ха, тебе немножко не повезло, чуть-чуть прогадала, так сказать, путь самурая. А у меня идеально подходит как раз мне вот такая повязка. Ну, от тебя на очках они. Ну, почему бы и нет, как говорится, у самурая нет цели, у самурая есть путь. Ауф! Ауф! По идее, ты должна все видеть. Я ничего не вижу. Отправляемся снова на поиски. Никуда мы не отправляемся, мы идем спать. Спокойной ночи. Это уже, наверное, сейчас будет день пятый того, как мы выживаем в этом мире. Пока я тут сплю, вообще предлагаю лайк поставить и подписаться на канал. Просыпайся, просыпайся. Может, ты все-таки поспишь, чтобы утро настало? Просыпайся, просыпайся. Я уже проснулся. Зачем ты установила колокол прямо над моей башкой? Мы давно в шахте с тобой были? Подпишись на канал и лайк поставь. Спасибо, Юня, что установила хорошие таблицы. А, лук, стрелы, прячемся. Побежали за теми петухами-василисками. Побежали. Юня, зачем ты до сих пор бегаешь с повязкой? Может, ты ее снимешь? Ну, ты же действительно ничего не видишь. Я боюсь. Давай, наша цель сейчас сделать меч. Ну, как бы повязки у нас есть. Ой, Василиск, откуда он высрался? Повязка, 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 где? Вот, вот, вот. Юня, надевай. Я ничего не вижу. Я понимаю, что ты ничего не видишь. Такие уж дела. Ай-яй-яй-яй. Так, я вроде бы... А, вот ты где? Давай, давай, давай. Аккуратнее. Они, короче, испепеляют тебе душу. Тебе начинают тошнить, колбасить. Надо блокировать их урон и атаковать. Не знаю, как настоящие бойцы. Ой-ой-ой-ой. Еще. Зачем ты притащил еще одного? Ай! Одного убил. А как его приручить? Приручить его очень сложно. Я тебе потом объясню, как это работает. Как-нибудь посвятим этому целую серию. Череп Василиска. Э, а где кости? Где кости сушителя? Или сушеные кости? А, еще один Василиска. Еще один. Где повязка? Где моя повязка? Погнали. Где ты там, петух? Я иду. Да и не ты, петух. Ладно, неважно. Ко-ко-ко. Бей-бей-бей-бей-бей-бей-бей. У него не так уж много сердец. Это тебе не с драконом драться. Ну что, выпало? Нет. Я убил трех Василисков. Ну ладно, давай мы запинали вместе. У тебя хоть одна кость сушителя есть? Две. Пронесло. Не, по идее, у них большой шанс выпадения. А тут прям что-то не повезло. Бывает даже несколько костей с одного падает. Возвращаемся домой. У нас, по сути, с тобой одно задание выполнено. Это сделать повязки. Второе задание сейчас будет выполнено. Это сделать мечи. Третье задание убить непосредственно саму медузу Гаргона. Ты готова сразиться с этой красоткой? Ты когда-нибудь видела, как она выглядит? Ну только в мультиках. Ну считай, ты сейчас находишься в мультике. Тогда видела. Пойдешь с ней драться один на один? Не, один на один не пойду. Я боюсь. Ну, кстати, не зря. Не, ну если ты повязку наденешь, то, в принципе, вообще не страшно. А так, если ты даже на медузу Гаргона полетишь со своим драконом, то дракон может превратиться в камень. Процесс изготовления меча очень прост. Хреначим сюда раз, хреначим сюда два, три. И готово два меча. Сделаем из них два огненных меча. Почему бы и нет? Опа. Давай, давай, давай. Сюда, 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 сюда. Держи. А можно проверить? Ну да, конечно, держи. Ты сильнее. А что ты умерла с одного удара? Я хотела есть и была, у меня мало сердец было. Короче, Юня, неважно. Сейчас главное то, что мы с тобой стали намного сильнее. На порядок сильнее, я бы даже сказал. Так, теперь осталось мне сделать тебе какую-никакую броню, драконию, чтобы ты не боялась огня. Давай мы тебе сделаем, наверное, шапочку и по ноже. Держи. Будешь серым вся. Ну или хочешь, могу дать изумрудную тебе голову. Не, не надо. Я беру с собой жареную жрачку, которая у нас только есть и которой нет. И кстати, 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 кстати. Два золотых яблока и кучу золота. Почему бы и не сделать золотые яблочки? Юня, возьми одно из яблок, потому что нам пригодится, если встретим дракона. Правда, против драконов не помогут нам особо огненные мечи из кости этого самого дракона. Потому что смысл поджигать огненного дракона. А ледяного? А ледяного есть смысл так же, как и есть смысл бить ледяным мечом огненного дракона. Может, тогда сейчас ледяного лучше дракона? Юня, знаешь, в чем разница между ледяными и огненными драконами? Ледяные в 15 раз реже, и они в 15 раз сильнее огненных. А-а-а, тогда пошли за этой красоткой, где она там? Ну, кстати, вот по поводу красотки. Как раз за ней сейчас и отправимся. Всем должно быть известно, что медуза Гаргона обитает в стороне. В стороне, знаете, в какой стороне? Где находятся моря и океаны, то есть возле воды. Я сейчас скрафтил бестиали то, что не сделал в предыдущей серии. Тут вообще каким-то чудом логово русалки заспавнилось и вылезло на целую гору. Такого я раньше никогда не видел. Что, русалка? Я боюсь русалок. Они меня притягивают и потом, это, кусают. Они не кусают, они раздирают тебя на части. Я просто хотела полегче, как бы сказать. Все намного лучше. Ну, я думаю, на горе мы тех русалок не встретим, как минимум, потому что мы на ту гору не взберемся. И, к сожалению, у меня сейчас нет с собой кафедры для того, чтобы улучшить манускрипт. Кстати, Юня, у тебя есть с собой дерево? Нет. Ну ладно, если было бы, я кое-что классное показал бы. Лодку? А, кстати, лодка нам бы тоже не помешала. Так, а вот мы наконец-то добежали, правда, что-то немного стемнело. Вот, вот так выглядит логово. Посмотри, это музей. Скорее, древние Афины. И ледяной биом рядом, значит, там ледяные драконы. Не, ледяные драконы находятся в специальных ледяных биомах. Это не совсем тот ледяный биом. Юне, срочно нужен цвет. Надевай повязку на голову, чтобы ты это... А это что? О, а это что? Объясняю, чтобы пробраться в логово Медузы Гаргоны, нужно сначала найти все спрятанные рычаги, чтобы спуститься. Ну, или хотя бы один из них. Все, я все нашла. Воу, 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 храм затоплен. Мои стрелы, бля, а вот она, воу, о, какая красота. Юни, ты не надела маску. Я забыла. И из тебя сделали шашлык. Ой, я через воду могу смотреть, даже когда не вижу. И я вижу эту страшилищу. Вы видите ее? Я ее бью, а нет, я снова, нет, черт. Да Юни, блин, ты что, снова умерла? Да. Так, я подхожу к этой Медузе Гаргоне, я ее вижу. Привет, красотка. Красоточка. А, ай-яй-яй, она меня атаковала, даже с тем, что я не вижу ничего. Отравление 3. Не, мне лучше ее убить по-быстрому, иначе я сейчас... Она от меня мокрого места не оставит. Я восстанавливал понемногу здоровье, но что-то... Давай, я ее почти убил, у нее осталось мало сердец. Да блин, она меня снова отравила, я хочу получить ее голову. О, у меня получилось. Так, снимаем, снимаем. Юни, Юни, ты где? Я подобрал ее бошку, а ее тело пропало. Юни, до меня долго тебе бежать? Крадуть. Я тебя потерял немного. Тут какие-то медузы, горгоны везде. Она тебя не заколдовала, все, хватит притворяться. Она мне броню даже сняла, сломала. А, ну да, логично, ты же в камень превратилась. И что? Броня тоже в камень превратилась или нет? Ну вот, это все, что осталось. Побежали домой, но мы побежим туда на время, чтобы чисто забрать наши ресурсы и переехать на новую точку. Уря, 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 уря. А зачем на голова нужна была этой красотке? Ну смотри, какая она красивая. Сейчас плечу тебя в камень. Уря какая. Ты в курсе, что нельзя смотреть ей в глаза? Не смотри. Так, ребята, а сейчас я вам покажу, как будет выглядеть наш будущий дом. А пока что я возьму все, что осталось в наших сундуках перед переездом. А самое ценное, это два колокольчика, которые будут нас сопровождать в течение всего летсплея. И по утрам, да. Да, и напоминать про то, что нужно подписаться на канал, поставить лайк, ну и так колокольчик, чтобы не забывать про то, что выходят новые серии. Ну что ж, ребята, отправляемся на место нашего будущего нового дома. Я построю себе, я уже говорила, да, розовую комнату, ага. Хорошо. Тебе понадобится очень много розовых овечек. Так, наконец-то мы добежали, пускай до этого и горной скалы. Хочу показать сверху. А вот как раз тот небольшой островок, который окружен водой. И эта самая река будет нас отстранять от всех других помех в виде зомби, прочего чего-то еще. Юня, ты штука здесь была, как ты там оказалась? Это секрет фирмы, как ты говоришь. Драконги, погрифы, достаточно много приключений. Ну а пока я бегу, ребята, к Юня. Напишите в комментариях, хотите ли вы видеть продолжение этого летсплея. Давайте наберем 10 тысяч лайков. Я постараюсь записать с Юни следующую серию как можно быстрее. Не забывайте подписываться на канал. Ну и колокольчик, как я раньше говорил. В общем, на этом наша серия все. Всем хорошее настроение. И вообще пока. С Новым Годом. С Новым Годом.